Ты ищешь канал с прямыми трансляциями, тогда рекомендую посетить игровой канал Спилита. Канал заточен чисто под стримы, покатушки в Американ Трак Симулятор, Евро Трак Симулятор, а также мультиплеер, другие прохождения игр и стримы для отдыха. Рекомендую, все ссылочки в описании. Друзья, все храппирсы на своем канале, меня зовут Дмитрий, канал Доброедет, Евро Трак Симулятор 2.1.35, Дерект Икс 11 и Фарм Транс. Давно не было у меня комбо, как в реале так называемая, да, где я показываю на основе скинов какого-то тюнинга, как можно сделать трак, который ездит в оригинальной жизни, да, в реальной, в оригинальной, в реальной жизни на просторах нашего мира, да. В данном случае компания Фарм Транс занимается перевозками, это нидерландская компания, транспортная компания. Есть много различных вариантов, сейчас секундочку, я окошечко прикрою. Различные варианты есть, есть на Scania, есть на DAF, есть, по-моему, на Mercedes-Benz, я все это дело скину, ребята, там уже под себя, как говорится, посмотрите. В данном случае сейчас обзор именно на DAF Евро 6, это DAF от Шуми, Реворк, вот именно с этим скином Фарм Транс. По сути, дефолт, по сути, не то что дефолт, а, скажем так, тюнинга вообще здесь нету никакого, вот как-то так, даже прицеп здесь является, полуприцеп является реф, который стандартный, это не Крон, это не Шварцмюллер, это стандартный рефрижератор, который, кстати, используется. Я сколько смотрел, везде вот используется именно вот такая вот тема. Офигенный скин, очень красиво сделанный, блин, прям очень красиво смотрится, заведу. В данном случае это Реворк от Шуми Евро 6 DAF с анимированным рулем, да, то есть при заводе руля у нас идет анимация рулевого, опускание и поднимание, вот как-то так это, ребята, выглядит, очень достаточно кайфово. Ну, суть не в этом, то есть, главная задача показать вам именно сам скин, да, саму реальную компанию, скажем так. Смотрите, из чего она была, из чего состоит вообще, да, то есть по кабине, они используют Space Aero, здесь в данном случае Space Aero стоит. Что касается шасси, здесь различные варианты, но, сколько я смотрел, везде используется практически с двумя, значит, баками, вот такой вот Facelift называется в данном случае, ну, грубо говоря, Low Deck, это тот же Low Deck, в принципе, да, оно есть и выше, можно вот так поставить, можно вот, я использую вот это, как-то мне это больше понравилось. Это что касается шасси, 4 на 2. Дальше, по движкам я выбрал 480 евро 6, вы можете любой выбирать, какой хотите, но я привержен с тому, чтобы ближе к реальной жизни было, да, то есть сюда ставить какие-то там тысячи кобыл, ну, по-моему, смысла нет никакого, логично, да. Что касается трансмиссии, здесь, да, по движкам, опять же, говорю, 480 евро 6, по трансмиссии, ну, ZF-ка стоит 12-я, в принципе, в DAF у них, что DAF, что MAN 12-я, 16-я, ZF-ка, оно имеет место быть. Любую 12-ю ставьте, либо 16-ю и не парьтесь. По поводу салона, он обычный салон, стандартный, который здесь есть в данном моде, это я поставил эксклюзив Lite Auto, есть еще варианты с механической коробкой передач, да, ну, здесь вот под цвет, под себя уже, конечно же, можете выбрать либо автомат в таком-то исполнении, да, ну, то есть разные-разные-разные-разные, то есть в этом плане куча-куча-куча всего. По цветовой гамме вот как раз скин FarmTrans DAF, вот он в данном случае, вот так он выглядит, оригинальный скрин, естественно, фотографии все вы видите на своих экранах и до этого, и в данный момент. Вот, как-то так. Что касается тюнинга, да, в принципе, его здесь нет, ребят, все по стоку, да, если посмотреть, никакие я сюда брызговики не добавлял, рамки тоже не ставил никакие, защиту никакую не ставил, стандартный кенгурятников нету, стандартная решетка радиатора, абсолютно заводской вариант передней маски, здесь у нас тоже заводской вариант панелей, и сама эмблема также дефолтная, то есть здесь, в принципе, ничего. По фарам заводской вариант фейслип, вот это стоит у меня, вот этот вариант. Что касается дальше, все по стоку, единственное крылья, передние крылья, они с DLC DAF, ребят, вот пластик, вот они пластиковые, это единственное, что здесь используется с DLC DAF тюнинг, это как бы вот, что имеет место быть, да. Ну, можно использовать с белым, но в оригинале вот как-то так это выглядит. По колесам, ребят, абсолютно стандартные катки, диски у меня просто хромированные, вот как-то так. По бакам юбка никакая не используется, бак у меня просто обычный фуллтанк, можно алюминьку, можно черный, но черный не видел, вот обычный хром, либо алюминий, да, есть. Вот это, как говорится, стоит. Трубы выхлопные никакие, настил стандартный заводской, спойлер первый. Есть еще второй вариант, но вот он там используется, первый вариант спойлера, который, естественно, используется. Что касается боковых зеркал, они пластиковые, по переднему зеркалу первый вариант, по козырьку заводской вариант два. И все, больше никаких я лайтов, ничего дополнительно сюда не ставил, вот как-то так. Скин прекрасно подходит к DAFу Евро 6 от шуми, но никаких косяков нету. И все, в принципе, пластик, пластик, башмаки и все. Вот это что касается данного автомобиля. По салону, ребята, что хотите, то и вешайте, как говорится. Что хотите, то и ставьте, без разницы. Дальше. Что касается данного полуприцепа. Используется рефрижератор стандартный. Поддержка белей здесь все есть, естественно, и от шуми все это прекрасно работает. Давайте теперь покажу, естественно, сам тюнинг прицепа. Это у нас, да, вот я сейчас вот так вот выйду в полноэкранный режим, да, вот нажиму покупка прицепов, возьму стандарт, стандарт, найду я в стандарте обычный просто рефрижератор. Самый первый стандарт трейлер, просто стандарт трейлер. Вот он. И здесь теперь, ребята, вот мы ничего не меняем. Должен быть, вот он, фарм транс трейлер. Нажимаем, вот он, наш скин фарм транс трейлер. Да, то есть под наш дофиг. Вот так будет выглядеть. Ничего не меняется абсолютно. Только на фотографиях я увидел одну тему, это с изменением ступицы. Ступица здесь идет под цвет вот такой вот примерно оранжевый, да. Ну, есть какие-нибудь, не знаю, гайки, можно черные. Это будет примерно вот так вот выглядеть. И все. И еще задняя часть, задний бампер используют вот такой вот гидроробот. Да, вот так я смотрел, у них используется такой вот гидроробот. Вот я его, естественно, и поставил. И все, ребят, больше ничего здесь я не использовал, ничего я не менял абсолютно. Боковую вот эту часть защиту поставил, полноразмерные эти юбки боковые. И все, ребята. Это что касается полуприцепа REF. Это вот фотки, вы видите, ребята. Блин, достаточно интересный скин, интересная компания. Очень красиво сделано для фоток. Вы посмотрите, как это все выглядит. Как я и говорил, да, вот я покрасил ступицы в цвет в оранжевый. Добавил вот эти вот черные гайки. Ну, впереди хром стоит, полноценный хром. Вот так это, ребята, выглядит. Вот такой вот небольшой видосик по комбо, как в реале. На основе DAF и компании FarmTrans, Нидеранской транспортной компании. Как-то так, ребят. С вами был Дима, канал Добро Едет. Увидимся в новых видосах, друзья, и стримах. Удачи! Субтитры создавал DimaTorzok